Здарова, народ! Давненько на канале не выходили гайды, и пока мета устаканивается, я решил все-таки выпустить подробный мануал по третьей позиции. Под прошлыми роликами вы много меня об этом просили. Что ж, без долгих лирических вступлений получайте в лицо очередную порцию сочного познавательного контента, который еще долгое время будет нежно стекать вам на грудь и оставит неповторимое послевкусие. Итак, тройка. Не это. Вот это. Для начала давайте разберемся, какие тройки бывают. То бишь я составлю свой личный терлист категории героев, расположу их по функционалу в порядке нарастания полезности. В общем, начнем с классики, а именно танков, которых так вечно не хватает на низких рангах. Задача такого оффлейнера, как правило, не нажраться на линии, купить какой-нибудь блинг и просто сетапить киллы. Да, сетапить, а не делать их соло. Большинство подобных оффлейнеров это просто набор дополнительных кнопок для вашего керри, который будет добрую часть игры долбить лесок. По большому счету, ваш функционал с таким пиком будет ограничиваться контролем, который вы будете отдавать противника, чтобы ваши коры его не доели. Ничего интересного в общем. Поднять ПТСы, как и любой другой категории, можно, но, скорее всего, вы просто сядете в болото 50% и всегда будете зависеть от своего тиммейта, как на линии, так и по игре. Вторая категория. Мама, я командный игрок. Дарксир, Энигма, Марс, Тайтхантер. Вот это вот вся гадость, которые сетапят, но уже больше одного персонажа. Придумано только для того, чтобы нажать кнопку в пятерых и рассказывать внукам о том, как красиво ты дал Блэкхолл в целых четырех крипов, пока эти самые внуки тебя кормят очередной порцией транков. В общем, апнуть ПТСы на таких героях можно, но очень осторожно. И немного, ибо попадись ты с Мартурой 3.9 и вся твоя командность быстро помашет тебе ручкой. Важно понимать, что в отличие от предыдущих героев, эти парни, как правило, играют на контр-инициацию и полагаются исключительно на полноценные файты. Третья категория. Я твой дом пушил, вышках шатал, пельмени ел и комплименты говорил. Лекан, Бесмастер, Фурион и, прости господи, Визаж являются флагманами этой категории и о сюрприз-сюрприз их единственными представителями. Хотя последнего я бы отправил в следующую категорию, но об этом чуть позже. В общем, такие хардеры стоят линию так же 50 на 50, как и первые ребята, но с получением уровня, а порой и предметов, становится настоящей занозой в заднице противников, ибо вышки начинают нещадно крошиться. А как мы знаем, кто больше домиков уронил, тот больше рейтинга и получил. В отличие от предыдущих неудачников, эти ребята могут и в соло фраги, и в соло доты, и в соло на саксофоне. Не ты. Ты вообще иди отсюда. Позорище. Короче, пикая таких героев, поднять ранг будет чуть проще, но все еще нужно будет играть двумя руками, а иногда и всеми тремя, ибо микроконтроль никто не отменял. Можно ли апнуть ранг на таких героях? Да, более чем, но придется потратить чуть больше времени на освоение персонажей, от этого тут сами смотрите. Четвертый тир это метовые герои. Этот тир постоянно меняется, и в него могут попадать персонажи из предыдущих категорий. К примеру, сейчас Метив Визаж, Энигма, Бучини, Лекан, Кентавр, и все эти герои из разных опер. Поднимать ПТСы на этих героях будет значительно проще, чем на остальных, ибо, очевидно, они самые забафанные в патче. Ну и последний тир это сборная солянка из всего говна, что придумывает мой воспаленный мозг. На самом деле это герои соло киллера. Виверна, Праймл Бист, Баунти Хантер через Физу, Визаж. Такие персонажи самодостаточны и способны в одиночку находить героя в лесу или на линиях и оформлять легчайшие фраги. Именно на героях из этой категории я пол ПТСы. Они даже отлично справляются с соло киллами. Путш, кстати, тоже попадает в эту копилку. Как по мне, если приноровиться, то на этих героях можно значительно такапнуть ранг. Хотя сейчас кому эти ранги нужны? Все катакомбы будут выполнять. Ведь, наконец-то, в доте вышел боевой пропуск, но в стим, а значит и в доту задонетить нельзя из-за санкций. Так ведь есть Эпик Лут со своим батлпасс-хелпером. Выполни все 60 квестов и получи главную награду этого БП или ДК-хук. А на 15, 30 и 45 уровне забирай случайную аркану или 40 уровней БП в доте. Только для моих зрителей этот БП-хелпер по ссылке в описании ты можешь получить бесплатно, а не за 600 рублей. Мало? Лови бесплатный временный режим, охота за сокровищами. Все так же нужно довести хромого кунку до сундука, оставь ему хотя бы одно ХП из четырех. И забрать награду. И мега-сундуки с топовыми шмотками и уровнями БП за сделанные шаги. Играть в режим можно бесплатно раз в час. А с моим промокодом можно подлатать моряка и отправиться в путь еще раз. Ссылочку на все эти плюхи я оставил, как всегда, в описании к ролику. Там же лежит и промо на 15% и на бонусный пузырек с ХП для кунки в Трэжер Хантере. Так, с типами оффлейнеров мы разобрались. Че нам надо делать? Я никогда не устану повторять фразу, которая отлично демонстрирует львиную долю сути хардлейнера. Задача керри – быстро выформить шмотки и закончить. Задача оффлейнера – не дать ему этого сделать. Так как хардера пикают во второй стадии, о контрпике вражеского керри речи идти не может. Значит, мы должны смотреть на саппортов. К примеру, против нас пикнули Дарквиллу и Чена. У Чена нет никакого контроля. Дарквилла уже имеет сейв, в который можно нанести только урон по области. Против таких персонажей идеально зайдет Праймал Бист. И очень плохо покажет себя условный лекан. То есть первая наша задача – найти героя, который будет легко откармливаться на вражеских саппортах в условиях фармящего керри и мидера. Более детально правила пика я разбирал вот в этом видосе. Если не смотрели, то обязательно гляньте. Вот подсказочка выскочила. Что ж, допустим, мы пикнули героя. Играя за тьму, мы по возможности блочим пачку противника. За свет же мы выпускаем одного крипа. Дальше мы ждем третьего уровня, параллельно нагибая вражеского керри. На самом же третьем левеле мы получаем первый пауэрспайк. Параллельно всему происходящему не забываем просить нашего саппорта по возможности добивать рейнджевиков, чтобы не потерять опыт. Кто-то из вас задался вопросом – «Эээ, а че такое пауэрспайк?» Ну, во-первых, смотрим вот этот видос, а во-вторых, пауэрспайк – это усиление героя. Получение ключевого уровня, отката с пыла, предмета и так далее. Большинство героев в доте получают существенные бафы именно на третьем уровне, ибо именно в этот момент у вас качается одна из способностей в двойку, либо появляется третья обилка, как в случае с шейкером. Разбирать когда, где и как нападать на линии я не буду, ибо все слишком ситуативно. Перейдем к вопросу, который мне задавали уже очень давно. Как делить фарм со своими тиммейтами? После того, как вражеский керри ушел в лес, а делает это он в 99% случаев, вы должны меняться местами со своим керри. То есть он фармит безопасную зону, а вы же напротив, стоите там, где умереть будет легче. Но так будет не всегда. Бывают игры, где керри стоит свою линию до талого, и вы в таком случае можете без угрызений совести фармить лес, тройку и свою линию. Хотя от себя дам совет, что в случае, когда вы выиграли лайн, лучшим решением будет фармить вражескую территорию, дабы оставить противника без скрипов. Если же брать во внимание команды героев, то советую постоянно драться. Допустим, в этой игре я получил даггер и сразу направился в мид, дабы не дать противникам спушить тавер, попутно делая киллы. Что ж, вернемся к фарму. Как я понял, моя аудитория доблестные игроки, которые видят доту в идеальных цветах. Мол, на тройке написано, что она принадлежит первой позиции. Это не так. Если керри не фармит безопасную зону и не идет туда сам, то, как говорится, не пропадать же добру. Совсем другое дело, если вы начинаете добивать крипов, которых уже бьет ваш кор, или мидер. Такое я осуждаю. Короче, фармите все, что не занято. Но держите в голове, что вас могут прогнать и вы должны послушаться. Также бывает так, что у вашего керри айкью двузначная, отчего он забирает самые выгодные территории для фарма, а мидер доедает оставшиеся. В таком случае ваш главный источник денег – киллы. Берите подмышку саппортов и идите искать противника в смоках. Но тут тоже есть свои нюансы. Важен опыт, потому что обосраться и наткнуться на пятерых эннами будет не очень приятно. От этого смотрите на карту. Что касается файтов, ваша позиционка будет зависеть от многих факторов, начиная от пика героев, заканчивая ситуацией на карте. Условно, если вы прям жесть как выигрываете и осталось додавить противника, чтобы получить ПТС, вы можете синициировать драку и на Энигме. А вот если ваши дыхательные и пихательные заняты инородными предметами, то прыгать первым даже на праймале будет страшновато. Единственный совет в этом плане, который могу дать – много урона, бейте первым делом саппортов. Очень много урона и контроля – убейте кора. Тут опять же все крайне ситуативно, вплоть до опыта игры на героя. Вообще, что касается инициации, то в сложных и равных играх я отдаю такую честь своим тиммейтам. Как правило, это четверки по типу Тускара или Земели. Руководствуюсь я такой логикой. Если он влетит, поймает пару станов и ультов и сдохнет, то много мы не потеряем. Если все это обилие контента приму на грудь я, драка будет проиграна, ибо мы потеряем кора. Помимо этого, если ваша четверка будет инициировать файты, вы сможете получить гораздо больше информации. Например, стоит Джаггер. Земеля прыгает в него, и тут из кустов вылезает Дазл, чтобы нажать первый спелл или хилл или крест, неважно. То есть, теперь вы можете влить в него весь свой дэмэдж, и вы знаете, где он находится. Помимо этого, вы не потеряете часть своего файт-потенциала в ходе самой инициации. Ну, если совсем упростить, то когда нападают на одного из противников, остальные быстро вылезают и ломают себе позиционку и показываются на карте, отчего их можно быстренько найти и удалить из файта. Надеюсь, этот момент понятен. Что касается покупки командных слотов по типу пайпы. Вы ведь хардер, надо аур насобирать. Вообще редкостный буллщит. Во-первых, зачем пайпа, когда есть апнутый Владмирс? Во-вторых, давайте пофантазируем. К примеру, у вас есть Мартра 0.9. Ну, купите вы и лотос. С сильной погодой это вам на самом деле-то и не сделает, ибо, как правило, со счетом 0.9 ничего кроме бфа на 20 в инвентаре у таких чупа-чупсов нет. А вот если купите себе условное БКБ за эти же деньги, то сможете ничего не боясь прыгать в драки и делать фраги. Только тут не надо все за чистую монету принимать. Если вы играете против скаймага и веника, к примеру, лотос вам в любом случае понадобится, но он нужен будет в первую очередь вам. Да, вы можете нажимать его на эту же самую Мартру, но мотивация покупки предмета будет совсем иная, и его функционал тоже. Короче, не надо упарываться в командный геймплей, особенно на низких рангах. Именно по этой причине соло-киллеры в моем терлисте стоят сверху, а командные додики в подвале киснут. Играть на того, кто скорее всего долбанет по шмоткам при второй смерти, согласитесь, глупо. Исключением могу назвать Кримсон Гвард. Если вы играете против Ликана и Визажа на условном аксе, Пудже или Андерлорде, то можете купить этот предмет. Ибо вышки по шмоткам не бьют, а вот активка от Кримсона на них еще как работает. Да, порой стоящая на месте постройка бывает полезнее тиммейта. Че поделать. Подведем итоги. Лучше всего для аппа рейтинга подходят, очевидно, метовые персонажи. В идеале они должны иметь возможность передвигаться в соло, то бишь быть самодостаточными. Прыгать первым безумно в драке не лучшая идея. Иногда будет выгоднее пустить на смерть своего саппорта, а после уже вырезать вражеских. Упарываться в командные слоты, особенно на низких рангах, неправильно. Фармить можно все, пока туда не пришел твой мидер или кор. Если фармить нечего, жмите смоки с саппортами и идите убивать еще неотфармленного керри. Но не забывайте следить за картой. На этом я буду с вами прощаться. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Если он вам понравился, то не поленитесь, поставьте лайк, напишите свой царский коммент и подпишитесь на канал, если еще почему-то не подписаны. Надолго с вами не прощаюсь, еще услышимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok